Всех приветствую! Вы смотрите все на выпуске на канале VivaOnline и сегодня мы поговорим немножечко про ценообразование любого товара ну в частности нас интересует велосипедная индустрия как все это складывается в конечной цене для потребителя у меня складывается впечатление, что многие вообще не понимают почему так дорого стоят товары начнем с того, что как минимум стоимость товара обеспечена себестоимостью его производства так схематично рисуем некий прямоугольник и это себестоимость производства в себестоимость производства входит заработная плата тех людей, которые будут производить тот или иной товар амортизация, оборудование, а если это большое предприятие, то помещение, капитальный ремонт и так далее нагладные расходы связанные с энергопотреблением далее наценка производителя и прочие логистические расходы самого производителя это затраты на рекламу, затраты на сбыт, затраты на хранение наценка плюс доп. затраты у производителя эти доп. затраты не очень большие, но в случае некоторых компаний они все-таки влияют на стоимость продукта это то, сколько хочет получить предприятие за тот или иной продукт и далее продукция производится на различных фабриках по всему миру в том числе и в Российской Федерации и немножечко проговорим отличия по себестоимости продукта в Китае и здесь в России начнем с того, что заработная плата в Китае немножечко поменьше и поставим сразу стрелочку вниз и она немножечко разнится русские люди, они все такие крутые и классные особенно молодые специалисты, которые хотят стать только экономистами, управленцами, чиновниками и так далее что им западло ходить на производство и что-либо там производить а если они идут на производство, то они хотят получить приличное количество денег за свой очень дорогой труд а китайцы готовы работать дешевле потому что они понимают, что это задача нации они понимают, что это в принципе общий вклад в дело их там, начнем с того, что просто дохрена это рабочие силы из-за рыночных отношений, она там тупо дешевле амортизация оборудования нужно понимать, что многие фабрики в Китае до недавнего времени были вообще днищинскими то есть они сделаны были буквально на земле и ничего из себя толком не представляли и выпускали продукцию соответствующего качества и после того, как у них происходит техническое переоснащение они поднимают уровень качества и тем самым стоимость товаров, производимых в Китае а до недавнего времени это было действительно очень дешевле потому что амортизация была очень маленькая она была обусловлена тем, что климат в Китае немножечко помягче чуть-чуть помягче, чем на всей территории Российской Федерации то есть Китай располагается еще южнее, чем Владивосток который находится на уровне Сочей поэтому предприятие во многих случаях в Китае находится под открытым небом то есть по российским меркам бунгалла а чтобы в России что-либо производить, нужно сделать целое бетонное здание потому что зима, влажность и так далее, и так далее и без нормального капитального строения никак не обойтись и поэтому амортизация в любом случае будет выше энергозатраты, далее возвращаясь обратно к климату в Китае сравнимо меньше они там практически отсутствуют там нужны те энергозатраты, которые нужны непосредственно для производства а в России было бы еще неплохо отапливать эти помещения ну и накладные расходы нужно понимать, что Китай производит все и вся ну или Китай, Азия и накладных расходов у них поменьше то есть менеджерский состав там крайне не заморачивается над производством и попыткой сбыта все едут в Китай что-либо купить им не нужно двигаться по миру и продвигать свой товар, рекламировать и продавать его то есть накладные расходы меньше на офисную составляющую меньше на продвижение и в целом все вот эти вот затраты меньше отсюда Китай уже на старте выгоднее также стоимость товара обусловлена партией производства и это очень важно, потому что все вот эти составляющие разбиваются на то количество продукта, который завод произведет поэтому вся вот эта вот логистика разбивается на всю партию и себестоимость товара реально ниже чтобы попытаться в России произвести любой продукт, связанный с велосипедами нужно вот эти все накладные расходы разбить на партию товара и для того, чтобы партия была большой нам на старте было бы неплохо обеспечить такой рынок сбыта такой уровень велосипедной культуры в нашей стране для того, чтобы этот продукт расходился внутри страны и далее еще продавался на другие рынки сбыта для того, чтобы обеспечить ниже себестои товара ну вот получаем некий себестои на заводе допустим, фабрика находится хрен знает где в Китае и для того, чтобы привезти товар нужно потратить еще кучу ресурсов на транспортировку и здесь в цене приращивается еще транспортный расход это десять тысяч километров для того, чтобы попасть ну скажем, в порт Санкт-Петербурга ну, в порт Европы тоже нужно попасть если мы сейчас будем сравнивать Европу и Россию это примерно одно и то же, если везти товары из Китая но тем не менее транспортный расход он в любом случае будет дальше, к вот этим двум составляющим добавляется таможня таможня Российской Федерации берется и в процентах за стоимость товара и плюс транспортный расход до границ и в случае портовых транспортировок либо авиаперевозок ну, собственно, до порта либо до аэропорта там находится таможня если у нас автомобильная логистика ну, в случае, если производство находится, например, в Европе и там спицы Сапим производятся то можно немножечко уменьшить вот эту процентную составляющую разбив стоимость доставки на два сегмента от завода до границы и от границы до логистического склада и в случае велосипедов это 10% а в случае запчастей это 5% в любом случае она будет если товар импортный далее к таможне прирастает следующая составляющая это назовем ее логистикой оптовика то есть это склад и небольшая наценка которую оптовик вкладывает в товар транспортные расходы плюс таможня примерно, чтобы было понимание это уже плюс 30% к цене здесь мы имеем уже плюс 30% от этого значения далее складское хранение в России склад нужно обеспечить опять отоплением нужно владеть работать кладовщикам, логистам, менеджерам который будет распределять товар по розничной сети и здесь уже добавляется внимание что? правильно налог и он в Российской Федерации добавленную стоимость составляет 20% он добавится к вот этим плюс 30% плюс логистические расходы ну и далее это опт а это розница и здесь розница тоже делает наценку небольшую платит тоже за логистику это доставка, аренда, зарплата продавцам продвижение своей розничной точки и все это вложено в конечную стоимость продукта и еще плюс 20% если розница находится на упрощенке это все равно один хрент 20% потому что все плюс-минус люди уже посчитали там есть две системы налогообложения в упрощенной системе но это не суть ну грубо говоря примерно все равно это те же самые 20% ну может быть чуть ниже или чуть выше в зависимости от крутизны розничной точки и ее оборота про оборот не просто так все это говорится почему? потому что логистические расходы розничной точки они все равно в любом случае фиксированы фиксированы арендные платы, фиксированы примерно зарплаты заходы на продвижение розничной точки и если розничная точка продает там тысячу товаров то эти расходы падают на тысячу товаров Если продается, распределяется на 5 тысяч товаров, то распределяется на 5 тысяч товаров. И поэтому розничная точка, находящаяся в крупном городе, может позволить себе сделать меньшую наценку, разбив на весь, на всю партию эти затраты. А если розничная точка находится в каком-нибудь региональном городе, например, возьмем город Тамбов или город Псков, откуда вы можете увидеть наши репортажи. Там количество жителей 200 тысяч, 400 тысяч человек. Это как в одном районе Москвы. И там, допустим, 2-3 магазина, они пытаются продавать в этом регионе велосипедный товар. И, естественно, они продают гораздо меньше, а затраты они все равно не искуп. Поэтому разбивка вот этих затрат на розничного потребителя, естественно, увеличивается. И даже дело не в наценке. Аптовый склад хочет, ну, пытается, по крайней мере, заработать, ну, хотя бы процентов 10. Ну, сейчас многие скажут, да вы что, там, мы знаем, там, оптовики зажрались, они херачат там плюс 40, плюс 50, в 2 конца, в 3. Да как бы не так. Чистой прибыли там реально очень мало, если вычесть все эти расходы. То же самое происходит и в розничной точке. И чем меньше там покупается товара, тем сложнее розничной точки выжить, тем больше они пытаются приподнять цену, либо торговать, по большому счету, в убыток. Это, кстати, одна из причин, почему мы не занимаемся торговлей, потому что это полный анонизм. Перетаскивать коробки из угла в угол по меркам российского рынка, потому что в круг все равно получится невыгодно. И вот есть куча составляющих. Нужно понимать, что чем больше партия закупки вот здесь на заводе, тем цена будет меньше. И цена от производителя будет разниться на 2, 3, 5, а то и 10% на старте. Но завод-производитель мог себе позволить выложить сразу товар с помощью какой-нибудь небольшого хаба в розничную торговлю. И тогда вот эта составляющая, вот эта, вот эта, вот эта, вся, будет потихонечку нивелироваться. И так получаются очень выгодные цены на Алиэкспресс. Ну, казалось бы, выгодные цены, но там тоже все не очень просто. И будет отдельное видео по поводу покупки товаров на Алиэкспресс с конкретными примерами, на что можно попасть, покупая товар на Алиэкспрессе и вообще в целом в интернет-магазинах за рубежом. Так вот, вот эти все составляющие входят в конечную стоимость товара, в так называемые РРЦ. И между себестоем производителя, это РРЦ, даже если только посчитать 10%, 10%, 30%, 20% к каждому последующему звену, то даже без наценок это уже два конца, как минимум два конца. А если прибавить еще немножечко на цену, хотя бы по 5-10% на опт и на розницу, попытки этих систем заработать, а не просто обеспечить себестою нахождение своего в магазине, то наценка будет еще выше. Вот из этих частей складывается конечная стоимость товара в розничном магазине для нашего покупателя. Ну все мы думаем, что же нам делать, нам же хочется покупать товар дешевле, задуматься о стоимости этого товара. Стоимость товара будет ниже при грамотном развитии розничной сети торговли, где будет хорошая схема, налаженная между покупателем и продавцом, где продавец будет вести себя честно, развиваться на рынке и не будет пускать на рынок недобросовестных торговцев. Это первое. Второе, что было бы неплохо сделать, это в целом развитие уровня велосипедной культуры, для того, чтобы количество потребителей в нашей стране выросло, и тогда стоимость товара будет ниже. Потому что мы дешевле его купим, потому что партий будет больше, и все вот эти расходы логистические лягут на большую партию товара. И когда мы смотрим на Европу и говорим, что там, вот, господа, дешевле весь товар. В нашу страну, например, поставляется такое же количество велосипедной одежды Костелли, как на одну провинцию Италии. То есть вся Италия потребляет в 50 раз больше, чем вся Россия. Там еще есть Франция, Португалия, Германия, Австрия и так далее. Там куча всяких нищебросских стран, где объем производства для этих стран будет отличаться в сотню раз. Все затраты, которые падают на количество проданного товара, там гораздо меньше. И это речь идет не только про Шимана, о чем вы услышите в следующем выпуске на нашем канале. Речь пойдет про Шимана и ценообразование Шимана, но и любого другого товара. И поэтому любой другой товар в странах, где велосипедная культура развита лучше, будет стоить дешевле. Это все нужно понимать. И если вы реально это понимаете, у вас не возникает вопросов, почему у нас дороже. Если вы это не понимаете, то я надеюсь, что я донес вам более-менее ясно суть основной проблемы. Ставьте лайки, делайте репосты в видео, просвещайте других людей. С вами был Сергей Велосипедов, Велолайн. До скорых встреч.